Всем привет ребятки с вами Flash и нам очень сильно изменили дороги. Мало того что улучшили саму генерацию дорог, но об этом чуть позже, так их еще полностью все заасфальтировали. Не представляю сколько у разработчиков ушло на это все асфальта, но дороги полностью преобразились. Специально подобрал такой ракурс, просто посмотрите на эту красоту, извилистая дорога уходящая куда-то вдаль, ну просто красотища. И конечно же ездить по таким дорогам на машине сплошное удовольствие, потому что раньше были какие-то ухабы, непонятные развязки, река могла просто пересекать дорогу, а теперь же ты едешь и ни о чем не переживаешь, потому что дороги очень плавные, ведут именно туда куда отмечены на карте развязки, повороты, все грамотно сгенерированы, просто сплошное удовольствие. То есть дороги теперь, ну практически на 90% уже, даже не знаю, к чему здесь еще придраться, готовы к машинам. То есть действительно ездить на машинах по таким дорогам, просто реально, просто кайф. И в режиме полета сейчас еще пролечу, чтобы даже с большой скоростью, чтобы вы понимали, насколько дороги стали плавные и по ним ездить намного легче. То есть вот я лечу с увеличенной скоростью однозначно, но при этом мне не составляет труда полностью повторять силуэт дороги. Что касается генерации, как мы помним из прошлого Дивблога разработчики хотели, чтобы генерируемые дороги, то есть вот эти, очень гармонично вливались в статичные дороги на РТ. Вот, пожалуйста, дорога, которая находится на РТ и эта дорога генерируемая, ну практически органично, немножко сюда вливается и вы можете спокойно сюда въехать в будущем, объехать вот, допустим, по этой дороге по РТ. Проскочить сюда, то есть теперь сеть, ну здесь понятно по самому еще РТ проехаться, выехать здесь и вы опять попадаете на генерируемую уже дорогу, которая ведет опять куда-то там к другим РТ. Вообще, вот, я прям лечу специально, чтобы вы ощутили на себе всю гармоничность генерации. Опять же, развязочки пошла налево дорога, то есть никаких непонятных рек, никаких непонятных разворотов, поворотов, все очень гармонично, все ведут дороги туда, куда нужно. Опять же, вот вливается генерируемая дорога в статичную, тут уже начинается немножко другой процесс. Если посмотреть по карте, то действительно сеть, она вся связана, так или иначе, то есть по дорогам можно выехать абсолютно в любую точку карты, ну куда она ведет, к любым РТ. Вот они развязочки, вот они, вот они. То есть просто нет непонятного, как раньше, куска дороги никуда не ведущего, нет непонятного поворота, все полностью взаимосвязано. Ну, строить на дорогах пока что можно, не знаю, будут ли убирать эту функцию или не будут, потому что если дороги все-таки начнут приобретать какую-то важность, то, естественно, будут стоять везде блокпосты и ты спокойно не покатаешься. Раньше, насколько я помню, блокировали строительство на дорогах, но теперь его, ну вот асфальт, просто очень необычно смотрится. Будем скучать по обычным тем земельным дорогам, накатанным, а теперь полностью все асфальтно, но смотрится классно. Реально, вот особенно такие подъемы, просто такой летишь в горку, какая-то уже игра, в гонки они, раст. Хоп-хоп, все поворотики плавные, вообще класс, реально кайф. Кабан он уже дороги осваивает, все развилочки, все повороты, представляете, да, здесь РП играть, поставил тут шлагбаум, тут какие-нибудь указатели, туда в один город, туда в другой город, вообще супер. Класс, конечно, дорожки, если вот так даже подняться, то видна сеть дорог, не обязательно пользоваться картой вот этой встроенной, даже отсюда вот они все просматриваются, как артерии, знаете, такие, которые соединяют всякие важные точки. Ну классно, мне новые дороги реально понравились. И в Легасе, это все идет из Легасе, помните, там была одна карта и ее опоясывала одна дорога, единственная, насколько я помню. И она вроде тоже была асфальтная, да. Поэтому вот разработчики к этому и пришли, тоже опять асфальтная дорожка, но тут она генерируемая. На этом пока все, кстати, чтобы не водить вас в заблуждение, я сейчас нахожусь не на барринг-карте, просто уже многие огорчились, что якобы новые карьеры на барринг-карте не введут. Просто я для того, чтобы YouTube не сильно не пикселил, убираю траву и убираю деревья, потому что если все это поставить, вы не увидите ни красоту дорог, ничего. Тут просто вырастет сплошной какой-то лес, но все равно будет круто смотреться, это когда играется. Поэтому я все это убираю, чтобы мы увидели, и кажется, как будто карта баррин, на самом деле нет. Что касается карты баррин, не знаю, будут ли там новые карьеры, дороги вообще есть на карте баррин? Я тоже не знаю, кстати, потому что я ее не люблю, недолюблю, у меня такое ощущение, что она режет на 50% все, что есть в расте, карта баррин, и пещеры, и ледники, и все-все-все, и трава там. В общем, пишите свои комментарии насчет новых дорог, мне лично они понравились, во всяком случае лучше, чем были раньше. Вообще, такие подъемы у таких раньше не было, вот так смотришь, хоп, куда-то туда, вдаль куда-то уходит дорога. Подъем такой офигенный, класс. И постепенно я уже перехожу к самому вкусненькому, это система строительства 3.0, Building 3.0, потому что там тоже много чего обозревать, все в корне поменялось. Но об этом уже в следующем видео, все, ребят, ксену был Flash, как всегда, увидимся в следующем видео.